Дорогие радиослушатели и телезрители, в эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева, за режиссерским пультом Екатерина Голикова и Николай Слепцов. На календаре 6 апреля, вторник, и сегодня в нашем выпуске мы поговорим о профзаболеваниях, то есть о заболеваниях, которые возникли в результате воздействия вредного производственного фактора. И я рада представить вам нашего гостя. Это врач-профпатолог Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Александр Витохин. Друзья, не забывайте, что мы работаем всегда для вас только в прямом эфире, так что вы можете смело звонить нам в студию и задавать вопросы нашим гостям. Телефон студии прежний 320066-32166. А также WhatsApp номер, конечно же, тоже работает, номер 8964-428-8818. Отправляйте нам сообщение. Доброе утро, Александр Леонидович. Доброе утро. Давайте для начала объясним нашим телезрителям и радиослушателям, что такое профзаболевание и чем занимается профпатолог. Профзаболевание – это те заболевания, которые обусловлены воздействием вредных производственных факторов при выполнении каких-то видов работы. Профпатология в целом занимается предупреждением, ранним выявлением начальных признаков профзаболеваний, чтобы профилактическими оздоровительными мероприятиями предупредить дальнейшее развитие, остановить этот процесс, чтобы не допустить инвадиализации работника. Мы знаем, что через год медицинская общественность Республики отметит 30-летие со дня открытия Якутского республиканского профпатологического центра. А вот какие заболевания наиболее чаще всего были зафиксированы за это время вот этим центром? – Ну, имея в виду структуру промышленности нашей республики, это в первую очередь горнодобывающая промышленность по добыче различных полезных ископаемых, где заняты работники различных специальностей – это бульдозеристы, экскаваторщики, это шахтеры различных тоже специальностей. Отсюда и вырисовывается вот структура правозаболеваний. Ну, надо сказать, что на заре развития вот этой промышленности, как бы у нас превалировала добыча полезных ископаемых шахтным способом, что связано с большой запыльенностью. Вот отсюда, значит, у нас на первом месте стояли заболевания органов дыхания. В дальнейшем, вот с развитием, ну, скажем так, других технологий, допустим, вот открытие нерингринского разреза, где уголь добывается открытым способом, где собрано большое количество тяжелой горной техники, значит, патология, как бы, поменяла свою структуру, и на первое место вышли заболевания, связанное с воздействием вибрации, шумового фактора. Вот это заболевания такие, как вибрационная болезнь, патология опорно-двигательного аппарата и периферичка нервной системы. И заболевания органов дыхания плавненько сошли на третье место. Ну, также нельзя забывать, что развиваются технологии, технологии совершенствуются, технологии, которые снижают риск воздействия вот этих вредных факторов на работников. Ну, получается, что вот эти профзаболевания в нашем регионе, в Якутии, я имею в виду, чаще всего встречаются именно в промышленных районах. Это вот Алдан, Нерингри, Мирный, Ленск, то есть больше юго-запад. Вот центральная часть Якутии менее как бы попала в этот список. Да, вы совершенно правильно заметили, что, естественно, где больше сконцентрированного промышленности, естественно, там и больше случаев профзаболеваний. Ну, вы, конечно же, ведете статистику вообще, как много в нашей республике больных с различной хронической профессиональной патологией на сегодняшний день. Ну, вот ежегодно, ранее мы выявляли, ранее это я имею в виду 15-20 лет назад, мы выявляли по 250 случаев профзаболеваний в год. Сейчас эта цифра у нас снизилась до уровня, ну, прошлый год, не прошлый, извиняюсь, а 19-й год, 180 случаев. То есть, ну, намечается вот такой позитивный прогресс. Ну, это мы связываем и с улучшением все-таки условий труда, потому что технологические процессы не стоят на месте, развивается. Работодатель в этом плане проводит большую работу. Также крупные компании проводят эффективные мероприятия по оздоровлению своих работников. Сейчас внедряются технологии, которые контролируют уровни, допустим, артериального давления при выходе заступления на смену, да, совершенствуется техника, закупается вот новая техника, которая уже, как бы, менее, оказывает менее вредный эффект. Вот, таким образом... Получается снижение количества, да, профзаболеваний в нашей республике? Да, в целом наблюдается снижение. Вот, а под наблюдением у нас находится порядка трех с половиной тысяч человек, потому что какая-то часть профбольных, они постепенно уезжают из нашего региона. Ну, миграция происходит? Да, происходит миграция. А всегда ли вот профзаболевание приводит к инвалидизации? Ну, это все, конечно, зависит от, скажем так, самого работника, в первую очередь, как он относится к своему здоровью. Вот я не буду скрывать, что при проведении периодических медосмотров а работник, боясь, что его могут сократить или уволить, он начинает скрывать. Он начинает свои, ну, за жалобой скрывает, докторам не раскрывается. Вот, и это немножечко затрудняет вот диагностику на ранних этапах. И вот они многие скрывают, занимаются самолечением, вплоть до того, что пока уже не наступит та грань, когда человек становится инвалидом. Ну, такие случаи бывают. Правда, сейчас меня что радует, люди более скрупулезно, что ли, стали относиться к своему здоровью, потому что они понимают, что если они не будут вовремя лечиться, это может привести к инвалидизации. В любом случае он потеряет тогда свое рабочее место, и кормить тогда семью, на самом деле, будет сложно. Наконец-то, вот, до людей, до многих это доходит, что лучше жить и трудиться здоровым человеком, чем довести себя до крайности и в итоге стать инвалидом. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам в студию 32 011 66. 32 11 66. Звоните, задавайте вопросы нашему сегодняшнему гостю. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях врач-профпатолог Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Александр Витохин. И говорим мы сегодня о профсоболеваниях. Александр Леонидович, вот вы упомянули, да, заболевания, которые чаще всего встречаются в результате работы в промышленных зонах, в промышленности вообще, да? А вот существует ли разница в получении профсоболевания тех, кто вот занят на вредном производстве, и между теми, кто вот сидит в офисе, обычный вот такой вот работник офисный, или, допустим, при повышенных физических нагрузках, это может быть спортсмены, тренеры и прочее? Ну вот, сразу могу оговориться, что спортивная медицина, как бы в профсоболеваниях, как бы она у нас не присутствует. Ну, это, видимо, связано с тем, что там превалируют травмы. Мы травмами не занимаемся. Не занимаетесь. Мы занимаемся именно вот заболеваниями, то есть теми процессами, которые, ну, хронически развиваются в результате воздействия различных факторов. То, что вообще вот профсоболевание, это довольно-таки, скажем, такой процесс, он очень много связан с юриспруденцией. Там очень у нас существует ряд указов, законов, приказов, в результате которых расписана, значит, пошагово связь заболевания с профессией. В первую очередь, значит, мы рассматриваем условия труда. Условия труда нам описывают в санитарно-гигиенической характеристике специалисты из Роспотребнадзора, Роспотребнадзора, извиняюсь, вот, где указываются, ну, все параметры, в каких работниках работает. То есть, при какой работе, какое заболевание можно получить? А вот офисный работник, какое профзаболевание нужно? Я хочу продолжить. При этом существует вот три класса условий труда. Первый – это благоприятный, класс второй – это допустимый, при которых развитие профессиональных заболеваний, как бы, ну, считается невозможно. И третий класс вредный, он имеет, ну, делится тоже на подклассы, три-один, три-два, три-три, по своей вредности. И вот при специальной оценке условий труда, значит, каждое рабочее место оценивается вот гигиенически. И присваивается, значит, класс условий труда. То есть, один, два, три. Как правило, у офисных работников третьего класса, то есть, вредного, не выставляется. Поэтому, как бы, вот сказать, что офисному работнику можно установить случай профзаболевания, ну, в моей практике еще такого не было. То есть, сколиоз, остеохондроз – это не входит, да, в список профзаболеваний, которые мы можем получить? Знаете, здесь уже это, как бы, соотносится с тем, что человек… А вы помните, раньше в 11 часов была производственная гимнастика, да? Да, было такое. Вот, то есть, подразумевается, что с целью профилактики, вот офисные работники, они не то, чтобы вправе, они обязаны тоже, как бы, следить за своим здоровьем и выполнять вот те оздоровительные мероприятия, чтобы не допустить, ну, каких-то вот отклонений со стороны здоровья. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Друзья, не забывайте, что мы работаем для вас в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию, задавайте вопросы. Если у вас они есть, мы сегодня говорим о профессиональных заболеваниях. Увидимся через несколько мгновений. Не переключайтесь. Доброе утро, дорогие друзья! Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу и продолжается наш разговор о профессиональных заболеваниях с врачом-профпатологом Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Александром Витохиным. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы. 32-00-66, 32-11-66. Александр Леонидович, с какими заболеваниями, с какими профессиональными заболеваниями чаще всего сталкиваются ваши коллеги, медицинские работники? Ну, тут немножко можно как бы в историю посмотреть. Раньше чаще всего, это учитывая то, что у нас за операционным столом стоит очень много женщин-медиков, причем стоят по многу часов, не отрываясь. Очень часто раньше страдали сосуды нижних конечностей, то есть варикозное расширение вен. Вот эта патология раньше как бы считалась профессиональной. К сожалению, сейчас из списка правозаболеваний это заболевание исключено. А вообще в медике у нас в первую очередь это инфекционные, конечно, заболевания. Это туберкулез встречается. Это встречается, значит, заболевание печени, гепатит. Это вот основные заболевания, по которым к нам обращаются. Также аллергический еще компонент тоже. На медикаменты какие-то, да? Да, на медикаменты, витамины, антибиотики тоже бывает. Люди обращаются. Но в то же время я хочу заметить, что медики, они как бы более самостоятельны в этом плане. Они принимают какое-то решение, меняют место в своей работе. То есть вот чтобы сразу идти в профпатологу, ну, довольно-таки редко. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, говорите. Алло. Могу говорить, да? Да-да-да, конечно, говорите. Доброе утро. Доброе утро. У меня вопрос такой. Срок давности есть по провозволиванию. Например, я в 85-м году, будучи вертолетчиком, закопили аккумуляторы и получил ожог верхний дыхательный пудель. Это в 85-м году было. А сейчас дошло до того, что у меня рак легких обнаружил, левитовид. Вот, всю дорогу болел. И в то время, сами знаете же, провозволивание даже не оформляли. Спасибо за звонок. Александр Леонидович, что можете сказать? Ну, как такового, срока давности не установлено. Но здесь надо сказать то, что профзаболевание – это как бы из области доказательной медицины. Это надо, значит, документально все подтвердить, все доказывать. Поэтому, если сохранились документы, это все надо рассматривать, это все, как это все было оформлено. Я так полагаю, что если это был несчастный случай на производстве, то это было тоже должно быть, было оформлено. И, ну, несчастный случай на производстве, он приравнивается так же, как и профзаболевание на производстве. Поэтому вы должны были получать какие-то льготы, то есть, ну, как бы, если все правильно оформлено. И в дальнейшем все это должно было вашими докторами, ну, как бы, продвигаться. Именно в рамках вот производственной травмы. Александр Леонидович, скажите, а в чем разница между вот профпатологом и терапевтом? Ну, терапевт, скажем так, это врач широкого профиля. Из терапевтов потом, как бы, получает узкую специализацию в многие отрасли медицины. Это и кардиологи, и инфекционисты. Ну, в общем, в том числе врач-профпатолог. Да, он уже, как бы, базируясь на вот этой общей специальности терапевт, он становится более узким специалистом, который занимается вот именно профзаболеваниями. У нас поступил вопрос по WhatsApp-номеру, пишут, сын бульдозерист, чем они могут заболеть? Вот так вот вопрос звучит. Потенциально, вот какие профзаболевания в будущем могут получить? Ну, если обратно говорить, бульдозер, ну, это, понятно, значит, вибрация. Общая, локальная и плюс шумовой фактор. То есть могут пострадать опорно-двигательный аппарат, и орган, и слух. Если он еще работает в каком-нибудь пыльном карьере, рядом может, значит, окружать его пылевой фактор, значит, пострадает орган дыхания. Но это вот в целом образно. Ну, вот тут сын бульдозерист, значит, молодой человек. Молодой человек. Через какое время вот можно, вот не можно, вот есть риск получить такое заболевание? Ну, вообще считается, что вред здоровью, как бы может наступить при длительном стаже работы на технике. То есть это развивается постепенно, ну, в течение, допустим, 15 лет. Вот, чтобы предупредить вот эти все изменения, вот существует работодатель, ну, как бы работодатель обязан проводить периодические медосмотры, где оценивается состояние работника. Если находятся какие-то, вот, появляются какие-то начальные признаки, да, человек, как бы, включается в так называемую группу риска, которая предписывает, вот, по окончании вот этого медицинского осмотра, значит, вот эти все данные, они предписывают проводить профилактическую работу. То есть работника должны направлять на санаторно-курортное лечение раз в два года, вот именно с лечением, да. Вот, в то же время, как бы, работник обязан тоже следить за своим здоровьем. Вот, лечебная физкультура, гимнастика. Это не обязательно ходить на какие-то такие вот кружки, где там штангу, как молодые любят заниматься вот таким гиревым спортом, там, травматичным спортом, а именно следить за своим здоровьем, то есть заниматься лечебной физкультурой, посещать бассейн, который очень благоприятно в таких случаях воздействует на организм, чтобы вот после рабочих смен организм мог восстановиться после влияния вот этих вредных факторов. Угу. Ну вот вы сказали, да, что путем диспансеризации вы находите своих пациентов, это так? Ну, вот этот термин не совсем уместен, потому что диспансеризация – это вполне конкретное направление нашего здравоохранения, да, этим занимаются поликлиники. Они охватывают диспансерными вот этими осмотрами, диспансеризацией, все приписанное к ним население. А мы своих пациентов, скажем так, выявляем при проведении обязательных периодических медицинских осмотров. Которые проводятся раз в год на всех предприятиях? Там, ну, скажем так, частота проведения медицинских осмотров зависит от тех вредных факторов, с которыми работник сталкивается. Там или же ежегодно, или раз в два года. То есть, получается, не нужно считать и относиться вот к этим осмотрам, как вот для галочки? Это действительно очень нужное дело? Нет, конечно. Ну, мы вот часто слышим даже недовольство, допустим, когда проводим медицинские осмотры, работники говорят, а что еще, и раздеваться надо, что ли, это, ну, вот такие случаи бывают, ага, ну, как бы они вот свою озабоченность там выражают, что им работать надо, а мы им тут мешаем. Ну, как правило, это более молодые люди, конечно, крепкие, пущущие здоровьем, они вот этого недопонимают. Вот для галочки, я не знаю, может, это когда-то было, лет 30-40 назад, когда вполне возможно здесь совсем у нас, во-первых, и в стране уклад был другой. Отношение другое. Отношение другое. Здесь, на север, приезжали люди крепкие по охране труда, тогда мало что кто заботился, работали в экстремальных условиях, ну, сами понимаете, и морозы у нас, бытовые условия были так себе. Ну, люди вот на энтузиазме, они как бы и строили БАМ, и разрабатывали карьеры, и все, ну, тогда были такие отношения, и как бы для галочки, считалось для галочки. А сейчас нет, сейчас это вполне себе полноценный осмотр специалистов, всех работников, поэтому как-то вот так. Но тем не менее же раньше был такой принцип цеховой медицины, и сейчас вот этот принцип хотят в современной России восстановить. Как вы считаете, как относитесь к этому? Ну, как вы думаете? Конечно, я с большой надеждой смотрю на развитие вот этих событий в эту сторону, что это опять все внедрится, потому что это, конечно, очень затратные вещи для работодателей затратные. Но к своему удовольствию я могу отметить, что вот наши крупные компании, они сохранили, допустим, вот такая Алроса, у них существует медицинский центр, они тратят большие средства вот на проведение не только вот периодического медосмотра, да, а даже вот по обращаемости их работников, они направляют их в ведущие центры страны на обследование, на лечение, у них заключены договора с различными вот клиниками, вот. Вот в последнее время мы работаем с крупной компанией «Полюс Алдан», которая входит в группу «Полюс». Вот, там тоже я вот с большой радостью наблюдаю большую заботу по сохранению здоровья своих работников. Они вот работают не только в рамках вот этих приказов, да, которые, ну, регламентируют какие-то медицинские мероприятия. Они с большим удовольствием, ну, советуются с нами, каких бы еще специалистов вне, то есть свыше, приглашают узких специалистов, исследуют кровь. Допустим, вот была вспышка корей, тоже на себя взяли посмотреть кровь, у кого стоит прививать, у кого не стоит. Вот, в общем, проводят такие широкие оздоровительные мероприятия. Поэтому, если это будет внедряться на всех, распространяться на всех работодателей, это было бы очень здорово. Потому что при этом существуют такие, допустим, как правило, это принято в каких-то старательских артелях, там стараются минимизировать. Там им только давая продукцию, и все. А вот, учитывая непростой пандемийный год, да, вот, как это отразилось на вашей работе? Ну, как и на всей, по всей стране, мы какое-то время были закрыты, потому что все... Мы вернемся к этому вопросу через рекламную паузу. Друзья, не переключайтесь, через несколько мгновений мы к вам вернемся и поговорим о профессиональных заболеваниях. Друзья, не забывайте, мы для вас работаем только в прямом эфире. Звоните нам по телефону и задавайте вопросы нашему гостю. Телефон в студии 32066-32166. А также вы можете спрашивать нас по WhatsApp номеру 8-964-428-8818. И мы продолжаем беседовать о профзаболеваниях с врачом-профпатологом Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Александром Витохиным. Александр Леонидович, вы хотели продолжить повествование о том, как вы работали в непростой пандемийный год. Еще раз хочу сказать, что в этот сложный период было сложно, конечно, и нам в том плане, что нас закрыли по эпид-ситуации, чтобы минимизировать контакты. С учетом того, что наши пациенты в основном это люди уже такого довольно-таки большого возраста. И еще с учетом того, что это мероприятия, которые не требуют какой-то экстренности. Поэтому все силы брошены, вы знаете, были на борьбу с этой эпидемией. Мы потихонечку были на скамье запасных. Наши сотрудники тоже принимали участие в стенах нашей больницы по ликвидации всех этих эпидемических ситуаций. Давайте вернемся к профзаболеваниям. У нас поступил вопрос по WhatsApp-номеру. Пишут, муж шахтер заболел диагнозом Хоббл. Сейчас инвалид. На старой работе сказали, что это не из-за работы в шахте. Вот такое вот сообщение. Что вы можете по этому поводу сказать? Я могу по этому поводу сказать, что надо смотреть документы. Это значит, товарищу надо обратиться в свою поликлинику, к профпатологу, чтобы профпатолог подготовил документы и при необходимости связалась с нами. Мы проконсультируем и подскажем, какие шаги предпринять дальше. А вообще по какому принципу работает Якутский республиканский профпатологический центр? Вообще как к вам можно попасть? Что нужно сделать для этого? Мы работаем в рамках приказа 911 о порядке оказания профпатологической помощи населению. Значит, мы работаем в таком порядке. Медицинские организации, в которых работают профпатологи, они при обращении к ним рассматривают эти вопросы и при подозрении о возможной связи заболевания с профессией они подготавливают документы и отправляют пациента уже дальше к нам. Ну, это как бы вот такая идеальная схема. Схема, да. Но в то же время, мы полагаем, ну, надо полагать, что у нас реалии ну, как бы не всегда позволяют работать по идеальной схеме. Поэтому человек, который считает то, что он пострадал на производстве, да, в плане профпатозаболевания, он даже может обратиться, если нет врача-профпатолога, ну, к своему, допустим, лечащему врачу, ну, допустим, невропатолог, да, лечит заболевания там опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы. И если прослеживается тот профмаршрут, который подразумевает возможность развития вот этого заболевания по ВКонтакте вот с этими факторами, да, то лечащий врач тоже может обратиться к нам, если он, допустим, не в курсе, как, какие документы подготовить. Вот, мы всех охотно консультируем, вот, все подсказываем. И в дальнейшем уже человек точно так же готовится, значит, пакет документов, который включает в себя, это обязательно санитарно-гигиеническая характеристика в условиях труда оформляется. Это один из основополагающих, значит, документов. Ну, и там дальнейшие уже это копии трудовой книжки, выписки из амбулаторной карты, выписка из карты периодических медосмотров. Вот, то есть те документы, которые могут позволить, могло ли, как бы, ну, рабочее место, вредные производственные факторы оказать в повреждающие, значит, действия на организм работника. Угу. Спасибо за ответ. У нас поступил еще один вопрос по WhatsApp-номеру нашему. Чем могут болеть балерины и танцоры? Дочка часто уходит на больничные из-за боли в ступнях и коленях. Работодатель и медик говорят, что это генное заболевание. Мы все-таки склоняемся к тому, что это профболезень. Вот такое сообщение. Ну, как бы мы гадать не будем, естественно, но судя по всей вот этой технологии балетного искусства, мы понимаем, что просто громадная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. И те же травмы в том числе. Ну, травмы, не травмы, а вот нагрузка, вот именно нагрузка. Травмы – это травмы. Мы уже, когда этот человек упал, что-то сломал, это понятно. А когда не было травм, но происходит все равно нагрузка большая на суставы, на позвоночный столб. Естественно, со временем все, тренируй, не тренируй, как-то расслабляй, не расслабляй, но со временем происходит микро вот эта вся травматизация, то есть изнашивание вот этого опорно-двигательного аппарата. Но в этом случае они могут тоже обратиться? – Они вполне могут обратиться. Потому что в нашей истории был один случай связи заболевания с профессией, вот именно танцовщика-балета. – Угу. Еще одно сообщение к нам поступило. В каждой организации должны быть врачи-правпатологи. Например, те же работники Ростелекома, телевидения, работают рядом с телебашней. Прямое облучение – очень актуальный вопрос для нас в том числе. – Ну вот я еще раз хочу сказать, что профпатология, она очень тесно связана с врачами, санитарными врачами, которые работают в Роспотребнадзоре, которые следят, ну врачи-гигиенисты, которые следят за условиями труда, которые воздействуют на работников. Ну вот в частности у вас не ионизирующее излучение, ну вообще весь, как бы, микроклимат у нас сейчас пронизан вот всеми этими лучами. И их воздействие, когда они превышают предельно допустимые нормы, естественно, негативное. Оно выражается в каких-то, видится, сосудистых вот реакциях человека. Поэтому у вас охрана труда, они как бы должны проводить вот специальную оценку условий труда, замеры, приглашать специалистов, чтобы они проводили замеры, чтобы оценить работу вашей техники вот этой студийной, какое воздействие она оказывает на организм. А вообще в каждой ли поликлинике есть профпатолог? И как много вообще профпатологов в городе и в республике в целом? Вообще, каждая медицинская организация, которая имеет лицензию на проведение периодических медицинских осмотров, она обязана иметь в своем штате врача-правпатолога. Потому что врач-правпатолог является председателем такой комиссии. Ну, отсюда сразу, вот, каждая поликлиника в своем штате обязана иметь врача-правпатолога. В нашем городе, ну, практически все вот представленные крупные поликлиники имеют в своем штате врачей-правпатологов. Очень многие медицинские утверждения, как бы, имеют в своем штате для получения лицензии не постоянно работающего человека, а, допустим, на половину ставки. Угу, приходящего. Или приходящего, или на полставки своего, допустим, заместитель главного врача по клинике, там, экспертной работе. Они тоже проходят обучение по профпатологии, чтобы в этих вопросах разбираться. И, если к ним обращаются, ну, в дальнейшем оказывать вот эти, ну, услуги, эту помощь. Угу. Вот мы уже говорили в начале нашего разговора, что в следующем году Якутский республиканский профпатологический центр будет отмечать 30-летие, да, со дня основания. А вот что изменилось за это время? Может быть, появились какие-то новые методики диагностики, ну, что-то еще вот. Как вот развивается профпатология в нашей республике? Ну, профпатология – это неотрывная отрасль медицины. Вот как развивается медицина, так же успешно развивается и служба профпатологии. Ну, надо отметить, что мы не самостоятельная какая-то организация, да, а мы в составе крупнейшей больницы республики. И как вот наша, и то есть вся мощь нашей больницы, она доступна также и нашим пациентам. То есть это все современнейшие методы исследования, все современнейшие, значит, методики лечения, это все нам доступно в рамках нашей больницы. В этом году в республике объявлен год здоровья под девизом «Здоровый якутянин, здоровая Якутия». Как вы думаете, изменилось ли у жителей отношение к самому себе и к своему здоровью? Вы знаете, я считаю, что изменилось. Ну, мои личные наблюдения, допустим, ну, например, молодых людей, да, у них поменялся тренд. Сейчас не модно курить, сейчас не модно распивать, ну, пиво, допустим, больше заниматься спортом, больше заниматься, ну, там, фитнес, там у них свои какие-то... Правильное питание. Правильное питание. Ну, у них свои фишечки такие, да. Вот. Также я наблюдаю, вот, при медосмотрах, при проведении периодических медосмотров, как поменялось отношение к своему здоровью работников. То есть, уже, ну, не то, чтобы там под нажимом работодателя, а в беседе вот с ними многие самостоятельно уже, не дожидаясь, когда им кто-то там направит или еще что-то проводит, это здоровительное имприятие. Самостоятельно занимается гимнастикой, бассейн ходит. Это очень радует. Что ж, огромное спасибо за интересную и полезную беседу. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья.